Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, все дорогие наши зрители. Спасибо огромное тем, кто смог присоединиться вживую к нашему вебинару. Сейчас все расскажу, все покажу. Презентация перед вами. И, как обычно, рада буду вашим вопросам, комментариям. Пишите, буду стараться все читать и отвечать. Ну, для начала тоже спасибо большое, Татьяна меня представила. На всякий случай представлюсь тем, кто меня, может быть, еще и пока не знает. Я Ольга Алексеева, создатель и главный редактор электронного журнала «Чтение детям», а также организатор онлайн-конференции по детскому чтению. Собственно, вот эта серия вебинаров, так называемые зимние вебинары, конференции продолжения, мы придумали как раз для того, чтобы еще немножечко поговорить по темам онлайн-конференции «Внеклассное чтение», которая у нас прошла не так давно, в конце ноября. И на этой конференции, напомню, у нас было три главные темы. Это темы, собственно, «Внеклассное чтение», различные списки для чтения, как подходить к «Внеклассному чтению», как привлечь ребенка, увлечь его именно этим чтением. Вторая большая тема у нас была «Электронные ресурсы для внеклассного чтения», для школьной библиотеки в целом. И также у нас была тема «Подросток и книга». Так вот, друзья, по каждому из этих направлений мы подготовили для вас четыре вебинара. У нас будет такой зимний месяц в декабре. Вебинары будут проходить совместно с нашими дорогими партнерами из Директ-Академии. Большое вам спасибо за это. И встречаться будем мы с вами каждую среду. Сегодня мы начинаем. Ну и дальше тоже у нас будут вебинары. Вебинары, программу можно будет посмотреть в нашей форме. В ней можно зарегистрироваться для того, чтобы получать именно ссылку на регистрацию на каждый вебинар. А также после проведения вебинара ссылку на запись, задать вопрос спикерам. Большое спасибо, кстати, тем, кто мне задал вопросы к этому вебинару. Все распечатывало, все у меня под рукой. И предлагаю нашу встречу сегодня построить таким образом. Вначале я расскажу по своей теме, которая была заявлена. А в конце я перейду уже к вашим вопросам и надеюсь максимально на все ответить. Но если вдруг что-то не отвечу, всегда можно мне написать, найти меня в соцсетях. И тогда мы можем с вами продолжить общение. Итак, что же такое аналитик чтения? Почему я про него сегодня вам рассказываю? Дело в том, что наши партнеры из Директ-Академии, наши партнеры из Русской Ассоциации Чтения придумали несколько лет тому назад вот такую прекрасную систему, которая называется аналитик чтения. И они пригласили в том числе и меня, то есть нашу команду, для того, чтобы мы тоже попробовали эту систему. Что это за система? Это целый программный комплекс, который осуществляет инновационную лингвометодическую разработку и автоматическую оценку доступности текста в зависимости от уровня читательской компетенции. И когда мы посмотрели, что это за система, прочитали более подробно об исследованиях, о тех результатах, которые были получены, ну вот лично на меня это произвело глубокое впечатление, мы решили дружить с данной системой. Мы хотели бы более глубоко тоже с ней сами знакомиться, развивать, поэтому если вы также хотите к ней подключиться абсолютно бесплатно, вот попробовать, welcome в нашу большую команду. Будем рады коллегам из России, из зарубежных стран, потому что здесь эта система открытая для тестирования, для закачивания своих текстов. В общем, сейчас все расскажу. Пока я рассказываю, я вам ссылочку даю на, собственно, этот, да, на аналитик чтения, чтобы вы сами посмотрели, что это такое. В принципе, зачем она нужна, если так говорить упрощенно? Ну, конечно же, для помощи, да, для помощи учителям, младшей средней школы, а также родителям, для того, чтобы определить навыки чтения учащихся, ну и, конечно же, помочь дальше развивать. То есть аналитик чтения он дает определить, возможность определить точку старта, на которой находится ваш ребенок, и дальше уже в зависимости от полученных результатов, здесь есть достаточно глубокая, очень хорошая система тестирования. Так вот, в зависимости от точки старта, можно выстроить индивидуальную траекторию для того, чтобы ребенок зачитал дальше, да, то есть как развивать дальнейшую читательскую карьеру. Кроме того, здесь также можно подбирать тексты в зависимости от читательского возраста ребенка. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что важно и что понравилось лично мне, в этой системе абсолютно нет деления по классам, да. Мы понимаем, что есть читательский возраст, и есть возраст ребенка, когда он идет в школу. Так вот, здесь вы можете подобрать тексты в зависимости от того, именно как читает ваш ребенок, именно в зависимости от его уровня чтения. Потому что компетентность детей в одном и том же классе, да, она может быть разной, вообще, в принципе, может меняться в течение года, зависит от многих-многих факторов, в том числе психологических. И здесь, что мне понравилось в аналитике чтения, это все дело чтено. Кроме того, такая система, комплекс, она также подойдет и авторам, авторам текстов, учебников, авторам книг научно-познавательных, художественных, потому что вы можете проверить свой текст, это тоже, повторюсь, бесплатно, на сложность, да, и, соответственно, потом можно будет его как-то с ним уже работать, предлагать педагогам поработать с текстом. Вот. И, соответственно, читатель-школьник может подобрать наиболее доступную для своего понимания литературу. А родители, естественно, могут оценить, да, качество, вот, чтения детям и помочь в выборе книг для последующего чтения. Также хочу добавить, что в аналитике чтения еще, почему мне понравился этот комплекс, потому что в нем реализована профориентированность наших дорогих детей. Не секрет, что сейчас уже с первого класса нам, как родителям, нам, как педагогам, как библиотекарям говорят, ну, все, давай определяйся, кем ты будешь, да, дорогой ребенок. Так вот, конечно, ответить на такой вопрос очень сложно подчас бывает, но в аналитике чтения все тексты разделены, ну, так вот, на две большие группы, на, естественно, научные направления и на гуманитарные. И, конечно, вы уже можете, как педагог, как родитель, подбирать для ребенка определенный текст, определенную направленность в зависимости от интереса, это самое главное, вашего ребенка. Поэтому можно посмотреть, с какими текстами ребенок справляется лучше. Вы это увидите просто-напросто наглядно, потому что на платформе реализовано тестирование в режиме реального времени, и вы поймете, какие тексты он читает с удовольствием, быстро, с большим, глубоким пониманием, а какие, ну, может быть, не очень хорошо. И, соответственно, можете выявить предисположенность ученика или своего ребенка к тому или иному тексту и поймете, во-первых, что нужно развивать дальше, да, в каком направлении идти, и второе, тоже, что немаловажно, где нужно еще немножечко упражняться, прокачать свои навыки ребенка. Может быть, какую-то дополнительную литературу, может быть, какие-то поясняющие задания. Ну, то здесь уже можно будет смотреть. Еще, почему, собственно, нам понравилась эта система, потому что данная программная система на литер-кчтении, она нашла свою поддержку как социально значимый проект в области науки образования и просвещения в фонде президентских грантов. Да, то есть это высокая оценка, которая говорит о том, что действительно эта система опробирована в школах Москвы и Московской области. То есть здесь были не просто теоретические какие-то исследования, да, это были проведены полевые работы с помощью коллег из Русской ассоциации чтения, и в том числе реализованы программно компании Директ Медиа. Поэтому программа, комплекс серьезный, прошел апробацию, и, в общем-то, с большим удовольствием вниманием можно уже пользоваться. И в итоге, да, что можно получить пользуясь этим продуктом? Ну, конечно, прежде всего, это повышение мотивации к чтению детей и подростков, потому что когда ребенок видит, что у него получается, когда он видит свой прогресс, разумеется, это очень хорошая мотивация, чтобы продолжать дальше. Конечно же, читая и делая упражнения там хотя бы несколько раз в неделю, а в идеале каждый день, вы сможете повысить качество чтения и понимание учебных текстов. О том, собственно, что можно еще сделать для понимания текста и для повышения качества чтения, я обязательно, конечно же, вам тоже расскажу. Ну и здесь нельзя не сказать о том, что происходит индивидуализация учебного процесса, когда вы тексты подбираете именно под ребенка. Не просто все открыли книжечку, все прочитали один и тот же текст, а посмотрели из огромного выбора текстов, которые есть на платформе по направлению гуманитарное или естественно научное, то, что интересно именно вашему ребенку. И, соответственно, уже можно ему предлагать. Почему здесь указано в качестве пункта прогресс, успехи в учебе? Потому что, когда повышается качество чтения вашего ребенка, он лучше усваивает материал. Неважно, это будет окружающий мир, физика, биология. И как только ребенок автоматизирует процессы чтения определенным образом у себя в голове, сразу идет повышение и смыслового чтения, качества и уровня. Вот. Теперь я предлагаю нам с вами посмотреть уже на платформе, если кто-то перешел на сайт, можете прямо по сайту посмотреть, в нижней части, что предлагает эта система. Она предлагает тесты для оценки «Компетенция чтения». Что здесь у нас с вами есть? У нас с вами есть система тестов для оценки. У нас есть результаты. И в результате этого теста умение читать и понимать прочитанное соотносится с определенным уровнем «Компетенция чтения». Об уровне чтения я обязательно расскажу чуть-чуть попозже. И дальше, когда вы проводите тестирование с ребенком, вы можете, естественно, сохранить и отслеживать затем процесс, вот этот прогресс школьников в процессе обучения. Этому удобна система. То есть вы можете дальше, как педагог, как родители, если вы занимаетесь индивидуально, или в дополнение к основной школе, я вот, например, активно родители, конечно же, я тоже использую эту систему для своего ребенка. Ребенок у меня идет в первый класс. Так вот, можно смотреть, как идет процесс, где, может быть, нужно поднажать, а где, наоборот, может быть, не поднажать, а, допустим, почитать свое удовольствие. Дальше второй составной частью является, естественно, проверка тестов на сложность и читабельность. Здесь вы можете пользоваться не только текстами, которые предлагает вам система, а тексты, которые разработаны русской ассоциацией чтения, не разработаны специалистами, но также можно загрузить собственный текст. Например, вы знаете, что ваш ребенок, ему нравится читать про принцесс, ему нравится читать про динозавров. Пожалуйста, можно загрузить соответствующий текст и с помощью этого текста уже измерять прогресс и скорость чтения у ребенка. И, соответственно, дальше, прежде чем использовать этот текст, текст анализируется, и ему выдается оценка. То есть для какого уровня чтения этот текст подходит. Ну и дальше уже можно будет его использовать в своей работе. Также, если вы являетесь педагогом и хотите, например, сделать какие-то тематические чтения, то же самое. Берете несколько текстов, проводите их через систему, что приятно, в этой системе можно загружать бесконечное количество текстов, то есть вы их можете проверять, и, повторюсь, уже там в третий раз это абсолютно бесплатно. Вот. И таким образом вы для себя используете, набираете некий пул текстов, в которых можно уже дальше применять на своих занятиях. Вот. Ну и третий компонент – это готовая библиотека уже ранжировано в текстах. Если вы родитель, который пока еще не обладает специальными знаниями, хотите воспользоваться готовым, конечно, это все есть. Особенно сильно здесь сейчас реализованы тексты и, в принципе, вся программа, программный комплекс для начальной школы. И 1-й, 4-й классы изумительные тексты вы найдете, я уверена, для интереса своего ребенка что-нибудь обязательно. Конечно же, для любого текста самая такая большая характеристика основной является в том числе читабельность. Читабельность текста – это что такое? Давайте вспомним. Это его трудность или легкость относительно, собственно, способности и возможности читателя. Так вот, все тексты можно условно разделить на три большие группы. Это простые тексты, которым соответствует развивающийся уровень чтения. Это наши дошкольники, это наши первоклассники, которые только-только идут в мир чтения. Вторая группа – это средние тексты, которые предназначены для развитого уровня чтения. И третья группа – это сложные тексты, которые предназначены уже для свободного уровня чтения. Кому интересно более подробно узнать именно про уровни чтения, я сейчас про них проговорю, но если вы захотите покопать поглубже, это, разумеется, можно сделать в исследованиях различных лингвистов, библиотекарей, пожалуйста, это можно посмотреть. Я пройдусь в целом, чтобы просто вы имели представление, кто не имеет, что это такое. Начну с развивающего уровня чтения. Развивающий уровень чтения, что это такое? Это чтение по слогам, в трудных местах иногда детки читают по буквам. При данном уровне чтения, конечно же, присутствует много ошибок. Например, какие ошибки? Пропускаются слоги, да, какие-то, или заменяются буквы и слоги. Также ориентации на пунктуации практически нет. Да, и интонация, либо она мало проработана, либо, ну, отсутствует. Понимание прочитанного, как правило, низкое и имеет фрагментарный характер. Что это означает? Это означает, что, например, ребенок может часть текста понять, про что идет речь, а часть, например, нет. И когда начинаешь рассказывать про начальный уровень чтения, родители сразу, особенно родители, пугаются, как так, это нормально или нет. Друзья, конечно, это нормально, мы все с чего-то начинали. Это просто уровень чтения, это уровень старта, точка ноль, с которым нужно дальше работать и нужно начинать. Тексты. Хочу про них рассказать. Тексты предназначены для закрепления и развития навыков чтения, для такого уровня, ну а также для коррекционной работы. Если есть какие-то трудности, то тексты для развивающегося уровня чтения вы можете легко найти в этой системе. По сюжету здесь, конечно же, подойдут тексты с коротким или с линейным сюжетом, где видно сразу главный герой, там основная, главная мысль. Все здесь прочитывается очень-очень быстро и легко. Второй уровень чтения это развитый уровень чтения. Давайте рассмотрим его характеристики. Что характерно для него? Ну, во-первых, чтение легкого текста уже идет у нас целыми словами и может спровождаться послуговым чтением отдельного слова. Но если это слово, например, такое, знаете, достаточно сложное, то есть оно может быть многосоставным, трудным, или бывает так, что слово нечасто встречается в обиходе ребенка, конечно, он будет читать его уже с небольшими трудностями. Для данного уровня чтения также характерна неравномерность в скорости чтения. И не всегда выразительное чтение. Поэтому для данного уровня чтения, повторюсь, это тоже нормально. Ну и, конечно, здесь уже уровень понимания текста выше, чем на начальном уровне, он уже более адекватный, а не фрагментарный. То есть ребенок понимает в целом, о чем текст. Какие тексты нам с вами подойдут для развитого уровня чтения? Здесь уже будут использоваться тексты для совершенствования навыков чтения, для того, чтобы ребенок лучше понимал текст, уже сюжетные ходы у нас будут, несколько сюжетных линий в себя включать, или идеи, например. Ну а также, главное, мысль не всегда прослеживается линейно. Следующий уровень чтения – это свободный уровень чтения. Что для него характерно? Ну, я думаю, что понятно. Тем не менее, я озвучу основные моменты. Здесь чтение уже происходит целыми словами, с малым количеством ошибок в новых терминах, которые встречаются ребенку. Или, допустим, там встречаются какие-то устаревшие слова. Ошибки уже замечаются и самим читателем, и, конечно же, сразу ребенок старается исправиться. При этом уровне чтения ребенок уже читает с интонацией, выразительность чтения у нас появляется, и, конечно же, полное понимание текста. Также ребенок может не просто ответить на вопрос «да, нет», а дать при понимании текста, когда мы спрашиваем его после прочтения, «скажи о чем». Но уже рассказывает и дает нам более развернутые ответы, более полные. И, конечно же, это уже видно, что человек читает свободно. По текстам. Какие могут быть тексты? Здесь уже тексты подойдут для изучения предмета, формирования умений смыслового чтения, мыслительные операции анализа, синтеза, ну и также прогнозирования содержания. Сюжеты же могут быть нелинейные, с дополнительным включением второстепенных сюжетных линий и идей. И эти идеи, они не считываются, что называется, сразу и моментально. Что хочу сказать для наших по учащимся первым-четвертым классам. Для учащихся первых-четвертых классов, конечно, все родители говорят, «Ох, как хотелось бы, чтобы сразу у меня был у ребенка свободный уровень чтения». Но, друзья, если посмотреть на статистику, которую нам представляют организации, которые занимаются исследованием чтения, то большинство первоклассников находятся на первом уровне чтения. И это нормально. В чтении, наверное, один из самых основополагающих моментов – это не навредить ускорениям. Потому что есть соблазн у многих родителей, ну, педагогов это меньше, у родителей, педалировать процесс чтения. Не нужно. То есть для чтения определенные мозговые структуры должны созреть. Это естественный процесс. Но это не означает, что нужно пустить дело на самотек и ничего не делать, ждать, пока там, пока придет время, да. Разумеется, можно и нужно этому процессу помогать. Но помогать аккуратно и очень бережно с помощью специально подобранных текстов. Теперь я как раз хотела с помощью нескольких скриншотов показать вам, как работает, собственно, программа «Система аналитик чтения». Вот перед вами скриншот. Это оценка как раз читательских компетенций и тестирования. Во-первых, здесь нужно выбрать, для какого класса, для какого уровня вы хотите текст. Есть два варианта. Первый и четвертый класс, то есть начальная школа, и пятый и седьмой классы, то есть средняя школа. Дальше вы выбираете текст. Я как раз сделала скриншот с выбора текстов. Обратите внимание, как они расположены. Здесь есть название текста и есть в скобочках указано, для какого класса данный текст можно предлагать. Но, повторюсь, вы для своего ребенка можете выбирать абсолютно любой уровень. То есть есть дети, для которых русский язык не родной. Пожалуйста, начинайте с первого класса. Есть дети, которые в первом классе читают уже ближе к свободному уровню. Пожалуйста, выбирайте для них другой уровень чтения и уровень текста. Это все очень индивидуально. Выбирайте текст. Причем текст этот можно распечатать. То есть вы можете ребенку давать и с листа. Вы можете ребенку давать и, собственно, читать с экрана. Но можно и с листа. И, соответственно, после того, как вы выбрали текст, дальше вы указываете для системы фамилии, имя ученика, какой у него класс. Вот, ну, если пример, например, 1А дано. Но вы можете абсолютно любой формат придумать, какой вам нужен. И нажимайте на кнопочку сначала проверить микрофон, а потом будет начать тестирование. Вы можете сделать так, что ребенок говорит, наговаривает, да, и потом автоматически результаты у вас будут. Либо самостоятельно начать тестирование. Ребенок вам читает вслух, а потом, соответственно, заканчиваете тестирование, и видно, сколько ребенок затратил на чтение, какая у него скорость чтения, какой, может быть, процент ошибок был, ну и так далее. Это, повторюсь, конечно же, все нужно пробовать, да, рассказать с помощью скаминшотов. Тяжело это все нужно пробовать. Я за практику. И хотел еще вам показать, как выглядят тексты для самостоятельного чтения. Здесь вы можете видеть, как ранжируются тексты. Вот, например, вы можете с помощью ползунка указать объем слов, которые вы хотите в тексте, да, например, там, у 27, это самый маленький текст, который есть в системе, до 1134 слов в тексте. Дальше вы можете выбрать тематику текста, ну, вот возвращаемся к вопросу профориентации, да, например, что интересно ребенку. Также вы выбираете уровень текста, который вы хотите, чтобы сейчас был отработан. Например, развивающийся для первых, четвертых классов, или, например, там, учебный какой-то для пятых, седьмых классов, ну, и так далее. В нижней части вы видите, в общем, как выглядит с текстами работа. Здесь указано название текста, здесь указан объем слов каждого текста, тема, тематика гуманитарная, лист, научная, и по уровню, собственно, чтения слабо, независимо, и так далее. Также вы можете, повторюсь, скачать текст, чтобы ребенок у вас читал с листа, ну, и в общем, собственно, вот так все просто и удобно работать в этой системе. Теперь хочу обратить ваше внимание на основные уровни трудностей чтения, которые могут возникать у ребенка. С чем они связаны? Они могут быть связаны с количеством абзацев, да, многим детям, особенно в начальной школе, тяжеловато читать текст с большим количеством абзацев. Сложность предложений, как построено, да, порядок слов в предложении. Мы привыкаем с детства к одному порядку слов в языке, да, а в тексте порядок слов может быть другой. Наличие причастных, где причастных оборотов, количество терминов, иностранных, устаревших слов. Конечно, все это влияет на легкость восприятия чтения. Ну, и помимо всего прочего, разумеется, есть такие параметры, как четкость формулировки основной мысли автора этого текста, качество связи между вот этими основными мыслями текста, ну, и использование подтекста и за текста, да, это уже для свободного понимания текста, характеристика характерна. Ну, и, конечно же, наличие и отсутствие авторского мнения. Все это может быть трудностью чтения, но понятно, что трудности создается для того, чтобы мы их преодолевали. Так, я сейчас хочу прочитать вопрос. Светлана спрашивает, есть ли разница в возможностях пользования инструментами зарегистрированного преподавателя, репетитора и родителя? В библиотеку лучше войти как к преподавателю? Да, лучше войти как к преподавателю. Так, вопрос по регистрации. Я библиотекарь, в школе какой предмет писать? Можно написать просто литературу в качестве предмет. В принципе, это не так важно, потому что используется исключительно для статистики системы. Я, например, писала для себя литературу или чтение. Все, больше от нее ничего не используется. Итак, главный вопрос, разумеется, что делать? Что делать, чтобы ребенок лучше читал и понимал? Давайте перейдем к этим важным вопросам. Начну с того, что делать, чтобы ребенок лучше читал. Кстати говоря, это одни из самых частотных запросов, которые вы мне направили. Вот как раз вопрос от Елены Аркадьевны и от Елены Друбышевой тоже спрашивали, как, значит, ребенка лучше читать и как сделать, чтобы ребенок читал быстрее. Вот как раз сейчас я на ваши вопросы хочу и ответить. Ну как, играть? То есть, если мы говорим с вами особенно о детях начальной школы, это только, друзья, моя игра. Что здесь можно предложить? Перед вами набор из пяти вариантов. Разумеется, их гораздо больше. Знаете, в свое время мы проводили даже отдельную конференцию, которая называлась «Читаем и играем». И мы там все три дня как раз только говорили об играх для чтения, для того, чтобы вовлечь ребенка в чтение. Но пока я ограничусь этим пятью вариантами, смотрите, что можно сделать. Первое. Играть в нахождение в тексте определенной буквы. Мы сейчас с вами говорим, повторюсь, для начальной школы. Как работает эта игра? Вы берете определенный текст и дальше просите ребенка найти и зачеркнуть, либо обвести в кружочек, кому как больше нравится, определенную букву. А, О, Р. Какой захотите, такой будете делать. Ну и, соответственно, можно ввести дальше в игровой момент, сделать это за определенное время или на перегонки там со старшим и с младшим братом, сестрой, или там, например, на перегонки с вами. Ну, условно. Дальше. Второй вариант. Можно, например, читать только одну половину слова в тексте. Это очень веселая игра. Она поднимает настроение всем участникам. И как в нее играть? Берете тоже определенный текст и договариваетесь с ребенком, что вы читаете только, в каждом слове только первую половину. И вот в таком вот веселье иногда рождаются очень интересные моменты, когда одно предложение, читая первую половину, складывается в нечто невообразимое, смешное, и в некоторых семьях даже становится мемом. Третий вариант, когда мы с вами читаем с разной скоростью один и тот же текст. Дальше вы можете показать пример ребенка, особенно если вы обладаете навыком, ну, не то чтобы актерской игры, ну, хотя бы каким-нибудь желанием, да, сделать так, чтобы ребенку было интересно. Попробуйте поиграть, примерьте на себя роль какого-нибудь там устройства, которое там до фона заживало пленку или просто устройство, которому не хватает скорости интернета, если по-современному говорить. Попробуйте проговорить очень-очень медленно какой-то текст с какими-нибудь протяжками или очень-очень-очень быстро. И то же самое попросите сделать ребенка. Дальше. Можно читать слова наоборот. Слова наоборот это вообще, мне кажется, любимая многими детьми тема, в которую можно играть в том числе и в какой-нибудь поездке. Берете небольшое предложение или текстик, да, и дальше вы читаете, берете предложение, читаете в нем слова наоборот. Единственное, что порядок слов вы не переставляете, как оно есть, так и есть, но каждое слово вы читаете наоборот. Дальше. Пятый вариант. Вы находите в тексте не существующие слова. Здесь вам потребуется подготовка определенная, то есть вы берете текст, желательно взять текст, который из сказки или может быть из произведения ребенка, который он очень-очень любит и очень хорошо знает. Берете, копируете себе, заменяете часть слов на какие-нибудь там «тырпыры», либо вставляете туда слова, которые более осмысленны, не «тырпыры», например, какой-нибудь «овцыщук». И пусть ребенок прочитает, наткнется на вот это слово и, соответственно, подчеркнет его или там как-то раскрасит и дальше уже идет дальше. То есть это именно внимательность на осмысление. Да, вот пишу ваши комментарии, хочу их зачитать. Елена пишет, да, очень интересное направление книга-игры, просто море идей можно использовать. Елена, согласна с вами. Манзура пишет, я представляю, сколько смех у детей. Действительно, смеха много и, конечно же, это сближает наших семью, да, и ребенка, и родителя. Марина пишет «Озабоченный смайлик». Марин, поясните, что вы имеете в виду, почему смайлик озабоченный. Дальше. Теперь что делать, чтобы ребенок лучше понимал текст. Тоже есть пять вариантов, конечно, их гораздо-гораздо больше, но просто сегодня, сейчас я хочу проговорить именно про них. Первое, это попробуйте разбить текст на части и отвечайте на вопросы. Что произошло? Как это работает? Перед чтением взрослый разбивает текст, берете какой-нибудь текстик, да, на небольшие смысловые части. Желательно, чтобы в каждой части было по три, по четыре предложения, чтобы не перегружать ребенка. И после прочтения каждой части вы задаете ребенку вопрос, что произошло, да, то есть, что вот конкретно в этой части произошло. Таким образом, вы ставите чтение на паузу, ребенок осмысляет прочитанное и дает вам обратную связь. Второй вариант, тоже любят очень многие творческие детки, это рисование иллюстраций. Когда вы предлагаете ребенку нарисовать картинки, ну, скорее, серию картинок к прочитанному материалу. Здесь вы опять-таки берете, размещаете текст на смысловые кусочки и предлагаете ребенку проиллюстрировать. Причем, можно проиллюстрировать, можно слепить, то есть, это уже дальше пространство для творчества, для воображения. Иногда получаются такие настоящие книжечки, иллюстрированные, да, ребенку. Если у вас несколько детей, если, например, вы работаете в библиотеке, хотите показать, как повысить уровень именно смыслового чтения, заодно привлечь к творческому процессу, можно сделать одну и ту же книжечку, да, с несколькими иллюстрациями от детей. Это будет очень интересно, здорово, потом эту книжечку, ну, как бы, распечатать и сдать, тоже будет здорово, хорошим подарком для всех участников такой игры. Третий вариант, самый любимый, наверное, многими людьми, это смена ролей учителя и ученика, когда взрослый становится тем учеником, а ребенок становится учителем. Значит, как это работает? Ребенок задает вопросы, собственно, взрослому, да, для того, чтобы взрослый ответил, что же произошло. Но перед этим, разумеется, вы должны вместе прочитать текст, взрослый читает, вместе с ребенком можно прочитать, и дальше ребенок, слушая текст, задает взрослому вопрос про героев, про сюжетные повороты, допустим, ну и не только, можно, допустим, сказать, вот, а как вот ты бы поступил в этой ситуации, что бы мог еще придумать, допустим, главный герой. И таким образом вы можете сначала отвечать, как взрослый, на вопросы ребенка, а потом вот такие вот вопросики, да, уже в дополнение переключать, фокус внимания обратно на ребенка. Ну, конечно же, отнеситесь с юмором и с пониманием, что ребенок тоже вас оценит в этой оценке у мамы, у папы, там, у близких, там, каких-то людей, дядь, тети, братьев и сестер. Четвертый вариант это угадывать, о чем читал ребенок. Как это работает? Значит, вы берете текст, да, и после прочтения текста задача ребенка написать краткий пересказ, но из пяти предложений. Причем можно усложнить и сказать, знаешь, давай попробуем так, чтобы предложения состояли не более чем из пяти слов. И вот такая интересная механика, она позволяет ребенку включить творческие возможности, как это можно вообще уместить в пять слов, да, или как это можно пересказать за пять предложений. Это и анализ, да, и умение творчески подойти к заданию. Все здесь у нас с вами работает. Ну, и, конечно же, ваша задача как взрослого угадать, о каком тексте вообще в принципе идет речь. Ну, и тоже очень любимая многими игра, это игра в угадывание героя, когда ребенок загадывает героя прочитанные книги, причем не так важно, когда он читал давно или недавно, взрослый задает вопросы, на которые можно отвечать только да-нет, ну, то есть любимые да-нетки. И, соответственно, там вопросы, там, это мальчик, это девочка, например, герой попадает к бабе-яге, ну, и так далее. Можно усложнить эту игру, сказав, установив лимит вопросов, то есть давай попробуем догадаться, что это за герой за, там, допустим, не знаю, за пять вопросов. Но если только, вы только-только начинаете с ребенком играть, то тогда лимит можно и не ставить. Я говорю именно про усложнение. Ну, и дальше, конечно же, тоже можете предложить свой вариант, загадать героя, самое главное, чтобы ребенок этого героя читал. Я сейчас хочу вернуться к вопросам. Вот Марина поясняет, что есть о чем подумать и использовать в работе. Да, Марина, спасибо большое за комментарий. Презентация будет у вас, поэтому уверена, что мысли, идеи и рабочие проекты обязательно появятся у вас. Алла спрашивает, подскажите, что делать, чтобы ребенок при чтении не глотал окончание слов. Читает быстро. Анна, попытаться замедлить как раз с помощью игры, про которую я говорила, да, про медленное чтение текста и быстро, 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 быстро. Вот таким вот образом здесь можно с ребеночком как раз поиграть, да, попробуйте в замедлялку, в ускорялку поиграть. Подскажите, может быть, готовые пособия есть конкретно в автор, Наталья спрашивает. Наталья, я уверена, что есть, но вот эти вот способы, которые я вам сейчас здесь привела, их я поэтому выделила 5, чтобы не распыляться, их можно и 105 придумать. И здесь уверена, что на просторах интернета можно найти. Но еще лучше исходить из тех текстов, которые интересны самому ребенку и попытаться сделать тексты именно для него. Так, идем дальше. Да, еще я сейчас отвечу на вопрос Руми, очень интересно, эту систему можно использовать также для билингов? Да, Руми, я, конечно, я про это и говорю, что и аналитик чтения, и, собственно, все вот эти вот вещи можно использовать абсолютно свободно для билингов. Просто вы выбираете тот уровень чтения, который, на котором находится ребенок, да, в данный момент. И дальше уже идете по совершенствованию. Светлана пишет, что замечательные идеи, подобные мы делали в своей библиотеке, но получили нагоняя за то, что берем на себя образовательные функции, должны мы только развлекать. Светлана, да, это больной вопрос, когда, ну вот, кажется, что ты залезаешь на какую-то чужую территорию, тем не менее, понимая, что есть такие риски, ну, можно это как-то более подать в игровом ключе. Это уже вопрос подачи. А делайте, вы молодцы, все правильно и прекрасно. Так, я иду дальше. Коллеги, чтобы, вот, значит, хочу сейчас, перейду к вашим вопросам обязательно. И хочу еще раз поблагодарить за то, что вы послушали, сегодня пришли ко мне. И всех приглашаю присоединиться к проекту. Вот мы, например, вся наша команда «Чтение детям» присоединилась, и мы приглашаем в команду и педагогов, и родителей, и библиотекарей, специалистов по чтению, методистов, и психологов, в общем, все, кому интересно детское чтение, развитие, кому интересно, чтобы ваши дети лучше читали, лучше понимали текст, можно присоединиться к этому проекту. Что значит присоединиться к проекту? Это означает зарегистрироваться в нем, это означает дать обратную связь организатору, можно написать нам на наш адрес инфо собакаритином.ру с пометкой «Аналитик чтения». Может быть, у вас появятся какие-то идеи, может быть, вы хотите предложить какие-то свои тексты, может быть, в целом у вас идеи по поводу развития этого чудесного ресурса. Я уверена, что авторы будут всем рады, всем предложениям, замечания, может быть, какие-то есть. И, конечно же, делитесь своими результатами, то есть, что у вас сработало, какие тексты подошли вашему ребенку, какая у вас была изначально, может быть, ситуация. В общем, все моменты, пожалуйста, пишите, мы будем только рады обратной связи. Я сейчас хочу перейти к вашим вопросам и те, которые задавались заранее при регистрации на вебинар. Знаете, друзья, я разделила эти вопросы на такие три большие категории. Первая категория вы спрашивали в целом про чтение, то есть, например, с каких произведений лучше начинать первое знакомство с книгами. Вторая категория это вопросы о том, я их называла, что делать со взрослыми, чтобы ребенок читал. И третья категория вопросов была адресована как раз, что делать, чтобы ребенок лучше читал и чтобы он читал быстрее. Я думаю, что на вопросы из третьей категории я уже ответила, я рекомендовала определенные игры, с которыми можно заняться. И сейчас хочу перейти к категории первых вопросов. Какие вопросы были? Вот, например, Алена спрашивала, с каких произведений лучше начинать первое знакомство с книгами. Вот такие фундаментальные вопросы, на них не так просто ответить. Почему? Потому что здесь не хватает мне информации, какого возраста ребенок, билинг он или не билинг, потому что это тоже важно. То есть, какой у него есть читательский бэкграунд. Поэтому, если мы говорим в целом, вот ребенок родился, он родился в русскоязычной, например, семье, то, конечно, то, с чего все мы и начинали. Потешки и так далее. Когда ребенок слышит эти потешки, прибаутки, загадки с детства, читая их, потом впоследствии у него есть еще вариант узнавания, и, конечно, это прекрасный старт. Ну и с чего еще? Если ребенок, например, старше, он интересуется какими-то определенными темами, там, те же самые динозавры, условные принцессы, можно начать читать с самых небольших текстов, может быть, адапционных даже, именно по той тематике, которая ему интересна. Есть вопросы категории, например, как привлечь современных детей к чтению. Спрашивают, чего мол? Вот как привлечь? Друзья, на это тоже нет однозначного ответа. Ну, во-первых, читать, читать совместное чтение. Меня спрашивали о том, что вот, ну, как читать, если все заняты, взрослые заняты, работают с утра до ночи, или еще какая-то другая ситуация. Здесь, понимаете, как, если перед вами, как перед родителем, перед педагогом стоит цель научить конкретных детей или конкретного ребенка читать и продвинуть его в этом, в этой области, то, соответственно, мы с вами понимаем, нужно выделять время. То есть для того, чтобы достичь любой цели, неважно, что это карьерный рост или научить ребенка читать, нужно выделить определенное время. Поэтому ответ простой, выделяйте время и начинайте читать, начинайте отслеживать прогресс ребенка, даже можно с помощью аналитика чтения, и уже делайте выводы, чтобы в дальнейшем построить индивидуальную траекторию обучения чтению своему ребенку. Вот спрашивает еще Анна Юрьевна, как заинтересовать ребенка чтением интересной литературы, но достаточно большого содержания. Я так поняла, Анна Юрьевна спрашивала про объем, да. Да, бывает такая проблема, что детки смотрят на книгу и думают, даже не думают, они говорят, ой, это же очень много букв, это же так много читать и так далее, и так далее. Ну как, делить на составные части. Есть такой пример, как сделать любое большое дело, которое условно называют слон, разрежьте слона по кусочкам. То же самое можно сделать и здесь. То есть планируем чтение, делим чтение на части, и эти части можно дополнительно как-то подсвечивать. Что я имею в виду? Например, если по данной книжке есть мультфильм, есть какой-то ролик, есть интересный буктрейлер, есть какой-нибудь, не знаю, фильм, да, пожалуйста, прочитали часть, посмотрели часть, посмотрели какой-то ролик, который этому посвящен, послушали, как это в озвучке известных прекрасных актеров. То есть как-то можно этот текст сделать с перебивками. Тогда будет, возможно, работать, как вариант. Так, читаю дальше вопросы. Было очень много вопросов про классику. Вот из Ульфия спрашивала, да, как мотивировать читать классику. И вот Елена Геннадьевна спрашивала, как заинтересовать ребенка читать классику. Много-много вопросов. Что здесь сказать? Ну, конечно, о классике нужно говорить, да, то есть ее нельзя не читать. А как читать, если не совсем и не всегда интересно. Интерес классики нужно подогревать. Если мы говорим о более старших, наверное, детках, да, прозвучал вопрос именно классических произведений, наверное, тоже 5-7 класс и дальше, и выше, то рассказывать интересные факты из жизни, например, автора. Знаете, у нас даже был некоторое время назад специальный курс о том, как детей заинтересовать толстячками, классическими толстячками, как мы их называли. Много способов. Во-первых, расскажите об авторе, да, как он вообще к этому пришел, как он написал, начал писать это произведение, истории создания. Можно вместе с ребенком попробовать создать интересную инфографику. Сейчас очень много разных программ, они очень легкие в освоении, та же самая канва, где вы можете сесть и вместе сделать такую интересную инфографику по какому-то произведению. Можно, если есть возможность сходить в музей квартиры, в музеи, которые расскажут подробности об этом авторе. Это что касается автора. Что касается произведения, можно показать и обсудить, как классику можно применить на современные рельсы. То есть, я читаю Анну Каренину, да, и Анну Каренину многие сейчас не понимают, как так, но совершенно другие ряда. Поэтому ребенку можно дать исторический экскурс, как жили тогда, показать, как жило, например, дворянство, как жили условно простые люди. Также можно показать экранизации, можно, если есть возможность, сходить либо посмотреть театральные представления, можно посмотреть анимацию. То есть, здесь много-много разных входов в классику, и я вас уверяю, что-нибудь сработает. Обычно родители или библиотекарь говорят, ну все, уже там это сделали, это сделали, не работает, но, друзья, хорошо, сделали пять раз, попробуйте поискать шестой способ, с какого-нибудь бога дозайдет, понимаете, главное не опускать руки и дальше продолжать действовать. Читайте сами, читайте с ребенком по ролям, дай ему 14 лет, но попробуйте просто семейный вечер проведите, я говорю, для родителей, либо в библиотеке, почитайте по ролям, это очень интересно, дети любят театральное представление постановки, возьмите кусочек, поставьте. Здесь тоже очень много вариантов, как можно заинтересовать. Ну и вот такой блок вопросов тоже был, который касался родителей, что меня удивило, кстати говоря, Ирина спрашивает, как библиотекарю общаться с нечитающими родителями. Вопрос у меня возникает, зачем? Ну то есть, что вы от них хотите? Если родители не читающие, вы хотите что? Попросить, чтобы родители зачитали или что вы хотите? Здесь вот не совсем непонятно. Если родители не читающие, спрашивает, вот Елена, может ли библиотека или школа привить любовь к чтению, если в семье не читают, там мамы, папы, бабушки? Я с уверенностью могу сказать, что да, могут, потому что для ребенка, для современного, да, семья это безусловно важно, это основа, но современный школьник больше даже времени проводит зачастую в школе, чем в семье. Поэтому, разумеется, школа, библиотека оказывают огромное влияние. Поэтому ответ да. Здесь еще был вопрос от Людмилы Матвеевны, чтобы ребенок читал, начинать надо со взрослых, окружающих его. Как убедить, что надо сделать и что сказать, чтобы взрослые прониклись этой проблемой и, наконец, повернулись в сторону учтения своего ребенка и своих учеников, если это взрослый учитель. Знаете, работать со взрослыми людьми вообще сложно, да, потому что это уже устоявшаяся система. Если ребенок, как избитая такая фраза, похож на кусочек глины, да, которую можно как-то вылепить, повлиять, то взрослый человек, как правило, такому влиянию уже не подвержен. Тем не менее, как мы можем с вами воздействовать? Приглашать, показывать, что это интересно, показывать, почему именно это интересно, заходить ко взрослому человеку с тех входов, которые важны для него, да, то есть нужно метить в то место, которое для человека значимо. Например, для человека значимо, чтобы его ребенок был успешен в жизни, да, вот, чтобы он был успешен в жизни, чтобы у него было, там, хорошее финансовое положение и так далее. Можно сойти через это, что если вы хотите, чтобы ребенок был успешен в жизни, необходимо, чтобы ребенок получал информацию, да, информацию в том числе через чтение, потому что чтение развивает определенные области мозга. И, естественно, если вы хотите, как родитель, чтобы ребенок повысил уровень читательской компетенции, самый лучший вариант это когда он смотрит на маму или папу, ну, или на бабушку, на дедушку. Пожалуйста, помогите мне как педагогу, как библиотекарю, и найдите в своем плотном расписании 15 минут, чтобы ребенок у вас видел с книжкой в руках. Вот, вы можете читать то, что вам интересно, там, современную, может быть, какую-то прозу, поэзию, но чтобы ребенок у вас видел. Если, например, для родителя важно, ну, есть такие родители, которые говорят, мой ребенок условно физик, ему это чтение, да, все как бы не совсем актуально, но здесь тоже можно подойти совершенно по-другому, что да, ваш ребенок, например, физик, но для физик тоже важно чтение книг, да, мы знаем, сколько много прекрасных ученых стало великими учеными только потому, что они читали научную фантастику, и, кстати говоря, я думаю, что многие из вас знают, что в Китае был на определенном историческом отрезке времени пробел именно ученых, фундаменталистов, только потому, что у них не было привычки, не было принято читать научную фантастику, вот вам конкретный пример, поэтому для физика это тоже важно, ну, то есть, подводя итог, как убедить, находить, ну, условную болевую точку родителя, да, вот, его видение воспитания ребенка, и эту точку зрения используйте в свою пользу с позиции чтения. Так, я смотрю вопросы из чата, может быть, какие-то есть еще. Так, сейчас, сейчас, сейчас я, спасибо большое за комментарии, комментариев много, поэтому я сейчас секундочку, спасибо огромное всем, кто благодарит, это очень приятно всегда для спикера. Так, так, 200 текстов, да, вот Владимир пишет, Абдулова, ГЭТ, 200 текстов для обучения скорочтения, тренажер для автоматизации навыков, авторская методика. Это, видимо, вы даете какие-то рекомендации, да, коллегам, которые здесь просили каких-то рекомендаций. Наталья пишет, пришла к выводу, что совместное чтение не равно желанию самостоятельно читать. Наталья, конечно, разумеется, совместное чтение это отдельный вид, но тем не менее, это может способствовать тому, чтобы человек самостоятельно читал. Это один из вариантов, но вариантов много. Самый верный способ, чтобы человек что-то зачитал, представить ему информацию, которая ему интересна и актуальна. И хочу еще добавить, что современные дети, как уже было сказано и на нашей конференции вне классное чтение, они читают достаточно много. Они читают много, они читают в интернете, они читают переписку. Вопрос в том, что они читают. они читают то, что интересно им. Поэтому, может быть, мы как-нибудь с вами соберемся, и я еще, знаете, есть интересное очень наступление по поводу того, какие книги можно читать всей семьей, и почему это важно, из современного премиального процесса именно книги отечественных писателей. Поэтому, если соберемся мы с вами когда-нибудь еще, я обязательно вам про это расскажу. Друзья мои, сейчас мое время уже подходит к концу. Спасибо огромное за ваши комментарии. Вот. И я очень рада, что вас заинтересовала моя тема. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту либо коллегам, и мы обязательно на них ответим. Сейчас я, наверное, приглашаю Татьяну, чтобы Татьяна завершила вебинар. Но перед тем, как Татьяна придет, я еще хочу вам вот что сказать. Друзья, у нас есть специальная форма для тех, кто хочет зарегистрироваться на именно зимние вебинары. Сейчас я вам ее сюда размечу. Вот, в чат. Это форма регистрации именно на серию наших зимних вебинаров бесплатных. Сегодня я с ней стартовала, и каждую среду, напомню, мы будем встречаться и говорить о каком-то аспекте. Здесь же можно в этой форме задать вопросы спикерам. Все вопросы мы передаем спикерам заранее, чтобы у нас с вами получился именно диалог. Да, не просто монолог там. Кто-то что-то прошел, это рассказал, и молодец. А именно, исходя из ваших вопросов, получилось вот такое вот выступление. спасибо огромное, что сегодня составили мне компанию, что сегодня вы сделали мой день, потому что я очень люблю общаться с вами, с аудиторией, и рассказывать всякие интересные вещи. Еще вот есть, пока Татьяна выходит на связь, хочу еще почитать, Елена, в защиту семейного чтения, если нащупать ниточку интереса ребенка, то однажды он не будет ждать продолжения истории от вас, это читать сам. Елена, совершенно с вами согласна, еще хочу добавить, знаете что, что у нас есть же много не только книг, но есть еще интересные журналы. Кто был на нашей конференции вне классное чтение, наверное, вспомнит, что мы специально пригласили двух представителей журналов, журнал есть Думы такой, и журнал Квантик, которые рассказали как раз о чтении, о внеклассном чтении для школьников. И журнал Думы, он вообще, в принципе, сделан по формату так называемого Букузина, это такой сплав между книгой и журналом. У меня у самой есть тоже этот журнал, очень его тоже люблю, и чем он хорош, там каждый номер ты получаешь новое, интересное, по разным направлениям можно подобрать что-то интересное для себя. В любой области, хочешь тебе физика, хочешь тебе история, поэтому журналы тоже мы не списываем со счета. И формат журнала для многих школьников, он даже предпочтительный, потому что там иллюстрированный материал, потому что они не пугаются объема. И он, знаете, такой вот, ты прочитал статью, молодец, ее тоже можно обсудить, а если, например, ты прочитала, тебя что-то заинтересовало, тут уже библиотекарь или родители вместе с библиотекарем могут уже дальше подсовывать что-нибудь как раз под эту тему. Вот, то есть, хорошо, тебя заинтересовала, например, там биология, там, не знаю, про кровеносные сосуды кого-то заинтересовало, давай, посмотри, еще есть вот это, есть такой вот интерес нонфикшн, или, например, там есть, и от нонфикшна тоже можно перейти мостик и сделать к художественной литературе, но здесь уже, конечно, нужно обращаться мое личное мнение к нашим дорогим библиотекарям, к специалистам, к профессионалам, которые точно знают, как можно вот эти мостики проложить и дальше какие книжечки ребенку уже приложить. Вот, но если есть возможность библиотеку посещать с ребенком, это вообще будет здорово. Так, ой, спасибо большое, у меня даже цветы. Спасибо большое. Вот, а тут у нас даже есть библиотекарная бабушка, но это вообще, Лариса, просто прекрасно. Спасибо огромное. Да. Так, Галина спрашивает еще вопрос, проводились полевые работы с умственно отсталыми детьми. Галин, здесь, насколько я знаю, можно этот вопрос отрисовать коллегам, но именно по специализированным школам таких работ не проводилось, да, но это хорошая идея, то есть есть инклюзивные программы, и я думаю, что можно будет как раз с ними тоже познакомиться. Так, да, вот уже Алина журнал Думы заказала, молодец. Да, вот, кстати, знаете, друзья, конечно, не всегда дешево обходятся все вот эти прекрасные книги и журналы, но в конце концов нужно понимать, во что ты вкладываешься, то есть пресловутые там вот эта вот чашка кофе, да, которую там многие приводили всегда в пример, чашка кофе или книга, ну, да, каждый решает сам, не у всех есть возможности материальные, но по чуть-чуть на той библиотеке обращаемся в библиотеки и вот, да, будем как-то вот с вами развиваться дальше. Так, ага, тут, слушайте, невозможно остановиться, очень интересно читать ваши комментарии. Ирина, я своего шантажировала и подсунула Швалевского и Пастернак, смотря, типа, короче, читает, говорит, что про него один чувак играет в ксочку, а мама заставляет его читать. Да, ну вот, видите, то есть можно же заинтересовать. Да, спасибо огромное, будем мы с вами заканчивать. пожалуйста, пишите нам письма и регистрируйтесь на наши вебинары. Спасибо, всего хорошего, услышимся, увидимся, до свидания. Огромное спасибо, Ольге, за такую содержательную сегодня встречу, очень живую, очень эмоционально. Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами, задавал вопросы, оставлял свои комментарии, теплые слова в адрес спикера. Это действительно очень важно и это здорово, значит, тема зашла, значит, вам было не просто интересно, а еще и находила какой-то личный отклик. А мы с вами приступаем к завершению нашей сегодняшней встречи и, как я уже обещала, организационные моменты, технические вопросы про сертификаты и про записи и про все прочее я сейчас вам еще раз расскажу, повторю, дам все ссылки. Поэтому, коллеги, большая просьба, сейчас минуту тишины в эфире, попрошу в чате, то есть пока, пожалуйста, ничего не пишите, иначе у нас чат убежит очень быстро и полезные ссылки у нас исчезнут. Специально сейчас даю время остановиться, занести руку над мышкой, но не нажать и не отправить свое сообщение. Чуть попозже все можно будет досказать, хорошо? Иначе ссылки убегают очень быстро и приходится постоянно их еще несколько раз повторять для тех, кто не успел, найти их невозможно, поэтому сейчас пока притормозим и пока только мои ссылки, хорошо? Значит, еще раз про форму, о которой Ольга уже говорила, про зимние вебинары, форма регистрации вот здесь, ссылку забирайте, или сейчас кто с компьютера особенно выходит, можете прям вкладочку открыть, да, а потом ее себе сохранить в закладке. Вот здесь можно задавать вопросы к декабрьским средам, к зимним вебинарам по следам конференций и классного чтения. По нашим, еще раз напоминаю, коллеги, скачать презентацию сегодняшней встречи можно вот отсюда, как это сделать, из вкладки файлы, как это сделать с компьютера, со смартфона, я вам тоже написала, поэтому пока я здесь говорю, не просто так говорю, а чтобы вы успели забрать все, все, что необходимо, кто еще не успел этого сделать. Да, у нас открытые презентации для скачивания, так что забирайте. И по нашим сертификатам. Значит, коллеги, сертификат, вот страничка, где можно оплатить и скачать свой сертификат самостоятельно, в чат я ее разместила, а сейчас еще минуту внимания, я вам скажу важные вещи, особенно для тех, кто у нас недавно с нами или только первый раз присоединился, наверняка есть такие участники. Значит, коллеги, сертификаты об участии в этом вебинаре формируются только после того, как мы закроем вебинарную комнату. Пока мы здесь внутри, на страничке у вас не будет данных ни о сегодняшнем вебинаре, ни о сертификате. Ссылку вам даю заранее, чтобы вы ее себе могли, успели скачать, открыть вкладку, поэтому не переживайте, как только будет сформирован сертификат, вам на почту, после вебинара, после того, как мы уйдем, а я пойду готовить ваш сертификат, после этого вам придет на почту уведомление, что ваш сертификат за участие в вебинаре, таком-то сегодняшнем вебинаре готов. И из письма вы тоже сможете перейти, там тоже есть ссылка на страницу выдачи, где можно скачать, оплатив предварительно свой сертификат, все это делается самостоятельно. Поэтому не волнуйтесь, если вдруг у кого-то со смартфона сейчас не получается скопировать ссылку, придет письмо, только не забывайте смотреть папку спам, иногда они попадают туда, и с той почты, которую вы указывали при регистрации. Иногда бывают такие забавные, но очень тревожные для участников моменты, когда при регистрации указал одну почту, а смотреть уведомление пошел с другого адреса, там с личного, например, да, и естественно там ничего нет, а мне уведомление не пришло, у нас система говорит, что все отправлялось, потом оказывается, что не тот адрес смотрели, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, не спешите, но вот этот момент тоже имейте в виду, такое бывает. При получении сертификата на странице вы находите, вы входите на страничку, вводите свои данные, там всего одно поле, либо фамилия, имя, отчество, укажите, или фамилия, имя, нужно указывать так, как вы указывали при регистрации. если вы, например, регистрировались, как Мария или Маша Петрова, а ищите сертификат и вводите Петрова Мария Ивановна, он, конечно, напишет, что такого нет участника, да, у него не совпадают данные, другой участник, поэтому, если вдруг он вам пишет, что нет, а вы точно были, вводите адрес электронной почты, или сразу адрес своей электронной почты, которую вы при регистрации указывали, и он находит, и вы сразу видите весь список вебинаров Директ Академии, которые вы уже посетили. Самый новый будет сверху. И дальше строчка справа перейти и переходите уже к оплате. Пожалуйста, вот на этом этапе проверяйте, не спешите, сертификаты не исчезнут, они будут лежать и ждать до конца учебного года терпеливо, пока вы их заберете. Но сильно надолго тоже не откладывайте, потому что старая информация, когда ее много накапливается, она занимает место и не востребовано, ее потихонечку потом удаляют, чтобы новые данные можно было вносить. Поэтому слишком надолго так, а я сейчас все до июня накоплю, а потом приобрету. Вот так лучше не делать. Но они не исчезнут, они будут лежать, они будут вас ждать, поэтому тоже имейте в виду, что прямо вот торопиться сейчас тоже не надо. И обязательно проверяйте, за тот ли вебинар, за то ли число, тот ли сертификат вы покупаете. Но иногда бывают похожие названия вебинаров, можем промахнуться, а потом ой, а я не то хотел. Не спешите, самое главное. И выбор способа оплаты. Система вам сама предложит множество вариантов. Вы выбираете тот, который подходит вам. Список там достаточно большой, внизу есть еще слова «Еще», там еще способы сидят. Есть даже такой способ, как быстрые платежи, Сберплатежи. Вот у кого Сбербанк, вполне можно им воспользоваться. И дальше он вас по инструкциям проведет. И потом можно все закрыть, зайти заново и вместо кнопочки также перейти, и только вместо кнопочки оплатить у вас появится кнопочка «Скачать свой сертификат». Она может появиться не сразу, поэтому тоже не пугайтесь, пока деньги… Я понимаю сейчас столько разных мошеннических схем, что мы начинаем уже бояться всего. Вам банк говорит, что деньги списались, вы заходите «Скачать», а кнопочка «Скачать» не появилась. Это же ужас. Не волнуйтесь. Это значит, что из вашего банка деньги ушли, но в наш они еще не пришли, поэтому кнопочка не появляется. Где-то вот в дороге, иногда бывают задержки и в транзакциях между банками, поэтому, пожалуйста, не переживайте, не волнуйтесь. Обычно в течение нескольких часов кнопочка появляется. Но если она до следующего утра не появилась, вот тогда сигнализируйте. Прямо ответом на уведомление вам пришло с почты, с нашей, прям ответом можете написать, что вот у меня… Только обязательно указывайте, за какое число, за какой вебинар вы проводили оплату и какую систему, да, то есть, как вы оплачивали, карточкой Сбербанка, карточкой другой, через терминал, или через мобильного оператора, там, билайн или мегафон, или кого, да, то есть, подробно напишите, что вот я оплачивала через такую систему, платеж, мне написали, что платеж прошел, а кнопочка скачать не появилась. И обязательно прикладывайте подтверждение оплаты, какой-нибудь чек, скрин, да, вот скриншот просто сделайте, тогда мы просто быстрее вам выдадим, пока будут наши технические специалисты разбираться, почему не появилось, вот тогда мы вам просто пораньше сможем выдать ваш сертификат, поэтому тоже не волнуйтесь, но это вот такие моменты, которые заставляют иногда понервничать участников, поэтому не переживайте, все технические вопросы решаются очень спокойно, да, и всегда разрешаются ко всему общему удовольствию. Лариса Логутенко, почему выдает 1 октября, что, где выдает 1 октября, кто выдает, напишите, пожалуйста, поподробнее, да, что, где, кто выдает, кому выдает, потому что я так не могу сообразить, где появилось 1 октября. По записям, коллеги, да, вот теперь можно уже писать, уже одна осталась у нас полезная ссылка, все самое главное про сертификат я вам рассказала, про формочку тоже, запись этого вебинара появится на нашем видеоканале на YouTube, это ссылка на видеоканал, где запись можно будет найти, обычно где-то 1-2 дня проходит, ну, иногда бывает на третий день появляется, но это уже максимум, да. Был у нас вопрос, нет ли распечатанного текста выступления, нет, но обычно у нас спикеры выступают вживую, и если что-то распечатанное, то это, как правило, план выступления, чтобы не уйти слишком далеко, если люди творческие, да, они себе просто план пишут, а так выступления у нас в основном идут вживую, спикеры выступают, такого вот начитывания лекции у нас, как правило, как правило, не бывает, все равно это живой разговор, поэтому можно воспользоваться просто текстом устным, да, в записи потом пересмотреть, презентацию себе скачать, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы понять, о чем идет речь, да, ну и так, аудиоперевод себе сделать, короткий конспект, вот, поэтому, да, здесь вот такой момент, поэтому нет, текстов, текстов, текстов у нас нет, если только у спикера можете сами попросить, написать что-то, да, какие-то подсказки, может быть, вам, если есть, то поделиться материалами. вот, вроде бы, у нас, вроде бы, все вопросы технического характера ответила, если какой-то вопрос организационный или технический упустили, пожалуйста, тоже напишите, напишите, пожалуйста, сейчас, пока еще не, не закрыли вебинар, потому что чат у нас убежал, и я тогда на него отвечу, если что-то, что-то упустило из внимания, но постаралась все, все вам рассказать максимально подробно. А, Лариса Логутенко, да, 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 совершенно верно, Лариса Логутенко, вот тут самый случай, коллеги, это бывает на каждом вебинаре, как только дается ссылка на приобретение сертификата, все тут же бегут приобретать сертификат и не слышат, что я вам рассказываю, да, что он не сразу появится, поэтому нет, нет, не переживайте, они появятся, как только мы закроем вебинар, совершенно верно, ну, минут через 3-4, мне же нужно файлик еще подготовить и загрузить. Мария Басова, про сертификаты, да, значит, по сертификатам, коллеги, цена для тех, кто участвует в мероприятиях онлайн, то есть, вот как вы сейчас на вебинаре, она одна, уже, по-моему, года 3 не менялась, 199 рублей, если, но в Директ Академии есть еще такая, это я говорю про сертификаты именно Директ Академии, если вы, но у нас появилась вот год, наверное, уже как, такая опция, если вы регистрировались на вебинар, но не смогли по каким-то причинам принять в нем участие, мы договариваемся, что вы по-честному посмотрите запись, но сертификат тоже можно приобрести, он будет стоить чуть подороже, там, по-моему, 949 рублей, поэтому это вот единственное, что у нас платное, ну, платформу на что-то тоже надо содержать, она стоит недешево, тем более много участников и всегда приходится расширять еще пространство, это тоже. Все остальное, записи вебинаров, презентации, материалы, которые спикеры дают вам во время вебинаров, на вебинаре это все идет абсолютно бесплатно, ну, и опять же, участие в вебинаре, это тоже все бесплатно, единственное, что это вот сертификат, ну, опять же, он по желанию, есть люди, кто ходит, и сертификаты не нужны, тем более, вы можете выбирать, записываться на те темы заранее, которые вам интересны, или вы понимаете, что они могут вам пригодиться, с каким-то аттестациям, я все прекрасно понимаю, сама преподаватель, когда требует какие-то отчеты, нужны посещения, участия в вебинарах, и нужны какие-то подтверждающие документы, это всегда острый вопрос, поэтому мы их не убираем сразу, они лежат в течение года, и вы постепенно можете в любой удобный момент оплатить и забрать те, которые вам нужны, поэтому здесь вот все от вас, и все для вас. Лариса Логутенко, нет ничего, все нормально, естественно, торопимся, все торопимся, вот у нас уже второй вебинар по тому, как получить сертификат, можно сказать, прошел. Ну, вот вроде бы все рассказала, отдала, все ссылки в чат разместила, но на этом мы уже можем сегодня завершать нашу встречу. Коллеги, всем большое спасибо еще раз за сегодняшнее очень такое душевное мероприятие, с вами было очень интересно и здорово, приходите еще, будем вас ждать, завтра у нас в 12 часов интереснейший вебинар тоже будет про библиотеки, про школьные библиотеки, и в гостях у нас будет Дмитрий Дворецкий, очень интересный это уже спикер, приходите, посмотрите, послушайте, оставьте свои комментарии, задайте вопросы. Он очень, открою маленький секрет, он очень любит вопросы от участников. Ну, вот коллеги, немножко заинтриговала, но вот на этой торжественной ноте мы и завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Всем здоровья, обязательно, пожалуйста, берегите себя, своих близких, всем хорошего настроения, несмотря ни на что, зима сегодня календарная началась, уже скоро Новый год, так что пусть настроение будет новогодним. Всем удачи и до новых встреч на просторах вебинаров Директ Академии. Всем счастливо и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok